Друзья, всем привет! У нас сегодня четвертый день локдауна в Турции, 3 мая, и у меня, если честно, нет сил больше сидеть дома. Поэтому я выбралась погулять здесь по райончику, ну и заодно и для вас снять видео, показать, как у нас проходит локдаун, какая вообще обстановочка, какая ситуация. Наш небольшой сквер в районе Коршияка. И удивительно, но когда локдаун был только выходные, здесь всегда было море народу, а сейчас как-то пусто. Кстати, кто со мной еще не знаком, меня зовут Анна, я живу в городе Измир, ну а вы смотрите канал Turkey in Life, и также у меня есть инстаграм. Ссылочка на него находится в описании под видео, и там еще больше всего интересного. По правилам нам можно выходить только в магазин за хлебом, либо за продуктами, и передвигаться только по району. Я сейчас нахожусь в Чарши, это своего рода центр района Коршияки, и вы сами видите, что народ гуляет, люди есть. Кстати, у нас буквально за несколько дней с стремительными темпами начала падать статистика, и вчера, по-моему, было, что ли, 28 тысяч. То есть, когда ввели первые меры, когда снова закрыли все кафе, у нас было 60 тысяч, потом упало до 40, и вот сейчас упало до, ну, так скажем, ниже 30. Что самое смешное, когда заходишь на центральные улицы, такое ощущение, что никакого локдауна нет, потому что народу столько, как и в обычные дни. Но большинство магазинов, например, одежда, всякие сувениры и так далее, все это, конечно же, закрыто сейчас. Сейчас открытые магазины, которые, так скажем, продают товары первой необходимости, продукты. Можно взять, зайти в кафе, например, взять что-то на вынос. А вот магазины, смотрите, это все магазины игрушек. Это хозяйственный магазин, типа тысячи мелочей. На центральную улицу в прошлом году, когда был локдаун, ее перекрывали, и сюда вообще зайти было нельзя. Смотрите, вот Донерная, можно взять на вынос. Ну, а вот, собственно, и центральная улица в Коршияке. Как мы видим, вот там вот, например, стоит полиция, поэтому туда улице не ходить. Я быстренько сейчас отсюда сниму и обратно спрячусь в переулочек. Если нарваться, так скажем, на полицию, то спросят, могут спросить разрешение на передвижение, потому что можно находиться, как я уже говорила, только в районе своего дома, где-то рядом. Вот. Но разрешение есть у многих вообще. И, например, вот у меня муж сегодня уехал по работе, потому что у него тоже есть разрешение. И он мне прислал вот такое вот видео. Видели, да, какие пробки на дорогах? Знаете, почему они происходят? Потому что, например, вот есть дорога с тремя-четырьмя полосами движения. И из-за того, что полиция устраивает контроль, она сужается до одной полосы. И, соответственно, люди не могут проехать. И муж сказал, что то расстояние, которое он проезжает, допустим, за 15 минут, он ехал больше часа. Вот из-за этих пробок. В общем, зачем все это надо было? А некоторые улицы вообще пустые. И, знаете, такое ощущение, что здесь как будто после апокалипсиса никого вообще нет. Мне очень нравится вот эта перспектива, как здесь виден минарет между домами. А вот здесь, кстати, находится театр Коршияки. Но, соответственно, с пандемией, в связи с пандемией он уже очень давно закрыт. Здание такое современное на фоне старых домов. В принципе, абсолютно все кафешки вот так открыты, вот таким образом. То есть можно прийти, купить и уйти. Раз уж я топаю мимо фруктовой лавки, покажу вам хоть что у нас из фруктов сейчас продают. Смотрите, у нас уже вовсю есть клубника. И она очень вкусная и сладкая. Можно спокойно покупать. 15 лир стоит. Уже начали продавать персики, ой, не персики, абрикосы. Конечно, стоят они дорого. 30 лир за килограмм. Это дорого для Турции. И 30 лир также стоят нектарину. Тоже начали их совсем недавно продавать. Еще есть сливы. Вот такие или еще как называют алыча у нас. Зеленые сливы алыча, которые едят с солью. Тоже 30 лир стоит. И вот у нас арбузы. Корпус киллосу не ка, да? Спасибо. 10 лир за килограмм. До сих пор продают еще айву. Но это зимний фрукт. Ну и яблоки, груши и так далее. Все это тоже есть. Я сейчас просто брожу по улицам бесцельно, так скажем, туда-сюда. Смотрите, какой красивый дом. Здесь внутри него на втором этаже кафе. И вот здесь тоже кафешки, ну, закрытые. Вообще, на этой улице у нас очень много разных кафешек. И будем надеяться, что 17-го действительно все откроют. Потому что уже экономика очень сильно страдает. Очень сильно страдают люди, владельцы кафе. Потому что, ну, вот представляете, да? Открывают, закрывают. Открывают, закрывают. И ты как на пороховой бочке. Ты никогда не знаешь, что будет завтра с тобой. И многие кафешки, например, они даже не открылись. Вот весной, когда сняли частичные меры. Потому что у людей просто нет денег для того, чтобы открывать кафе. Сейчас в Измире все цветет. Вы только посмотрите, какие розы на входе в дом. Обычная калитка обычного дома. И как украшено. Или вот, смотрите. Мне кажется, что это мушмула. Но я могу ошибаться. Для тех, кто не хочет. выходить из дома. По улице ездят вот такие машины и продают клубнику. Дешевле, кстати, чем в магазинах. Естественно, у нас локдаун совершенно не похож на тот локдаун, который вводили в странах Европы, когда там действительно нельзя было выйти на улицу, и только по расписанию можно было ходить по магазинам и только по одному. У нас, как вы сами видите, все довольно свободно. Главное не ходить там, где не нужно, и будет тебе счастье, как говорится. Знаете, какой самый дурацкий указ у нас приняли? У нас ввели запрет на продажу алкоголя, правда, потом были долгие споры. Владельцы магазинов выступали против этого запрета, потому что запретить что-то продавать в Турции простым распоряжением невозможно, и это противоречит, это нарушает права. В общем, тогда Мигрос, я помню, это было в четверг, по-моему, Мигрос заявил, что они все равно будут продавать алкоголь, и в пятницу алкоголь продавали. И вчера я прочитала в интернете, что мэр Стамбула подписал указ о запрете на продажу алкоголя, а мэр из мира не подписал. И я сейчас пойду в магазин, я сейчас пойду в Мигрос, в наш крупный магазин, в супермаркет, посмотреть вообще, как там с этим обстоят дела. Потому что реально вокруг продажи алкоголя была такая заварушка, что даже представить себе сложно. У нас самое прикольное место тусовок в Каминанские часы, в локдауны, это на лавочке возле супермаркета. Здесь постоянно очень много народа, здесь постоянно все сидят. Один день были закрыты супермаркеты, вчера воскресенье, смотрите, я пришла в Мигрос, здесь даже нет ни одной тележки. Смотрите, сколько народа в магазине. Облом. Смотрите, оделся алкоголем, опечатан. Ничего купить нельзя. Друзья, ну вот что же, такое небольшое получилось видео. Я обошла все, практически близлежаясь в улочке, и возвращаюсь домой продолжать локдаун. Осталось у нас еще 13 дней. Ну а я на этом буду с вами прощаться. Буду рада вашим лайком, комментариям. Подписывайтесь на канал. Ну и до новой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok